ЗАПИСЬ ЗАПИСЬ Здравствуйте! Вы сегодня в гостях у Якова, то есть у меня, у Якова, у всякого, Александр Геннадьевич Данилин. Здравствуйте! Это я. Да. Я затрудняюсь представить, поскольку Александр Геннадьевич человек очень разнообразный, аркур-книги-терапия. Разностильный. В общем, я по главной специальности психиатр, точнее говоря, психотерапевт. Ну и как и отец Яков тоже был радиожурналистом. Да не был радиожурналистом, я просто трепался по радио. У меня это очень понятно. Нас теперь так обзывают бывшие радио... Видимо, трепаться по радио, это навсегда. Я тоже трепался. Нет, трепаться навсегда. А средства не важны. Хорошо, я скажу точнее. Значит, я пригласил Александра Геннадьевича. Можно я скажу, что на самом деле последняя вышедшая книжка Александра Геннадьевича называется «Миф о шизофрении». Вот, а книжки про наркотики были 20 лет назад. Поэтому, да, я вот изволил написать книжку, отрицающую отечественную психиатрию, как таковую. И она в январе вышла. Как это неудивительно. Так что, наверное, я теперь в силу разнообразия скорее антипсихиатр. Правда, вот люди, которые занимаются всем этим, они очень не любят слово антипсихиатр. Другого слова нету пока. Я не знаю, как самоназваться еще. Ну, мы не будем играть в определение, потому что это шизофрения. Ну, в общем, я врач и журналист. Наверное, так оно и есть. В итоге на первом месте все равно врач. Хорошо. Тогда я употреблю редкое в России слово, которое мне очень нравится. Я скажу «эссеист». И сегодня Александр Геннадьевич попросил поговорить, вспомнив его книгу, точнее, по-моему, даже две или три о Данте развернутой подробной комментарии к божественной комедии. Комментарии психолога к божественной комедии. Две. «Рай» Я так и не успел. Закончилась радиопередача вместе с ней. И никто не хочет издавать. По интернету. Книги большие, тяжелые. Ну, пока не знаю. Наверное, я старорежимный. Я привык, чтобы книжка сначала появлялась в виде «возьмешь в руки, маешь вещь», а потом уже как-то, да, 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 чтобы она превращалась в электронный текст. По крайней мере, да, я сейчас думаю, что надо что-то оцифровывать из книг. Все в сеть. Хорошо. Слушаюсь. Б.К. Зарога. Месть. Мне отмщение и раз вас дам. Вопрос мой простой. В той религии, которую я исповедую, одно из традиционных противопоставлений еще со времен Достоевского, братьев Карамазовых, христианство светлое, христианство темное, христианство засимое, христианство ферапонта, бердя и в это переделу христианство спасения, христианство творчества. А я бы сказал, христианство мстительное и просто христианство. Христианство мстительное, может быть, составляет 90% нашей веры. Христианство основано на идее возмездия, равновесия, на идее, что за зло нужно отплатить, и маленькое-маленькое христианство, которое говорит, что нужно прощать, что месть не нужна и вредна, но я не очень уверен, что этого христианства действительно много. И я затрудняюсь объяснить, чем так паршива месть. Хотя у меня есть жесткое ощущение, что для христианина месть – это намного больше грех, чем, прости Господи, даже там прерубдеяние. Если тебя интересует мое субъективное мнение по этому поводу, то никакого христианства, кроме того маленького, я не признаю. То есть я не считаю его христианством. Я просто думаю, что месть на самом деле любая, включая сюда кровную месть и ее традиции, это вообще, собственно говоря, есть типичное, крайнее проявление атеизма. поскольку мстящий как раз и берет на себя миссию Господа Бога. Увы, я считаю так. Почему я так считаю, если говорить с чисто психологической точки зрения? Ну, потому что да, да, там сложно обсуждать традицию, традицию, традицию кровной мести, поскольку, ну, она имеет некоторую саморегулирующую функцию в обществах, которые, в общем, сделали шаг к христианству, но ни в коем случае не стали христианскими вполне. А вообще, вообще на самом деле, почему? Потому что мы слишком часто ошибаемся. Ну, если брать, иметь в виду, если иметь в виду месть как психологическое свойство, да, то есть иметь в виду самые легкие формы мести, не связанные с убийством, то, по сути, мы переключим сразу разговор на тему обиды. обида – это практически всегда несовпадение наших ожиданий с поведением другого человека. – Можно я изложу повод для беседы? Потому что мне написали о фильме, который на английском называется «Романс», то есть «Римляне», но он совершенно не о римлянах, он о барландцах. «Романс», он называется, потому что это фильм, где сплошь и рядом почти цитируется все послание к римлянам, сюжет до чрезвычайности просто, фильм новый. – Я не видел, поэтому… – Я даже, я дисклеймер, я расскажу весь сюжет, это три фразы, потому что фильм, на мой взгляд, не заслуживает того, чтобы его смотреть. Ирландец, лет 30 с чем-то, которого в детстве изнасиловал католический священник ирландский, и ирландец после этого сошел с катушек, попал в тюрьму, заступаясь за кого-то, взял на себя чью-то чужую вину, но в результате его осудили, и вот он вышел, он мается, он работает в строительной фирме, и ему, как строителю, приходится разбирать храм, самый сильный кадр фильма, где он свинчивает спасителя с распятия огромного, вывенчивает шурупы из рук, и это символ его отношений с Богом. И тут он встречает того самого священника, приходит к нему в конфессионал и напоминает о том, что было. После чего священник раздевается до гола, выходит в чистое поле, обливает себя из канистры бензином и поджигает на глазах какой-то девочки, которой тоже, я так понимаю, всю жизнь предстоит справляться с травмой. И... Ну да. Ну да. И вот я спрашиваю, реакция этого мальчика, она вообще обязательная? Потому что в голливудских фильмах, а фильм отчетливый голливудский, вот эта вот реакция мести, она подразумевается, что она прирождена человеку. Мне бывало в моей жизни плохо, и я знал людей, которым бывало намного хуже, чем мне, которые при этом не испытывают. И я, конечно, тоже. Да, в общем, я не очень понимаю вопроса, потому что фильм такой для меня, ваш сюжет пересказанный, он скорее психоаналитический. Вот. И вообще, вообще, на самом деле, вот, я могу сказать, что у нас не очень понимают, в чем функция психоанализа классического, фрейдовского. Я могу, я сейчас не про свое согласие или несогласие с психоаналитой. Есть некоторые у нас сейчас как-то месть стала именно месть. Именно в том ключе, о котором вы говорите, она стала некой нормой, и норма это такая защитная, невротическая. Сейчас стало очень модно в связи с популяризацией разных аспектов психоанализа, глубинной психологии. Так вот, такое дикое мышление, не понимающее, в чем дело, на самом деле, не очень умеющее, не очень способное к саморефлексии, оно стало оправдывать свое поведение психоаналитическими термами. Ну, то есть, у меня была жестокая мать, или меня недостаточно любил отец, или я просто редко видел отца, или он пил, и поэтому я такая, я такая неудачница, у меня поэтому так плохо сложилась жизнь, и что надо бы придумать способ, чтобы отомстить папе, но вот я заняты тем, что я это придумал. признаком, чего это является, несмотря на любые самоназвания, как я сказал, у меня это является признаком атеизма, то есть, собственно говоря, отсутствие любой религиозной веры, неважно, неважно какой, ислама, буддизма, зороастризма, просто если человек считает, что существует на свете некоторое высшее начало, то он автоматически понимает, что, во-первых, никто в его жизни не может взять на себя роль этого начала, а, во-вторых, он сам не может взять на себя роль этого начала. Вот, собственно говоря, проблема тут предельно простая. На самом деле, вот Фрейд предполагал, что психоанализ проводится со следующей целью. Взрослый человек, ну, да, там, не знаю, сорокалетний, тридцати летний, вспоминая свои детские травмы, тем самым одновременно понимает, что это детские травмы, а он взрослый человек. И что то, что он вспомнил, никак не может иметь отношение к его взрослому поведению. То есть, все наоборот. Детская травма не предопределяет психоанализе, да, как бы, поведение взрослого человека, а осознание детской травмы тем самым освобождает взрослого человека от зависимости от своих детских переживаний. психоанализа, это, ну, собственно, флаг, флаг психоанализа, потому что, то есть, как любой психоаналитик это понимает. И это не всегда, к сожалению, понимают клиенты. Да, как бы, ну, я всегда вспоминаю, вы, конечно, знаете эту историю, правда, что изначально классический психоаналитик, потом экзистенциальный психоаналитик, и, в общем, один из создателей современной психологии, Виктор Франкл, Франкл провел два года в концлагере. Он написал книгу о воспоминании об этом, и там есть потрясающий эпизод, который я всегда вспоминаю. Я сейчас боюсь, что я его там как-то не буквально процитирую, но смысл, опять же, такой. Он встречается со священником, который тоже сидел в концлагере вместе с ним и тоже выжил. И после концлагеря этот человек, не помню, кто он был по образованию, стал священником. По-моему, католическим священником. И они сидят и разговаривают о том, что было. И тогда психотерапевт спрашивает, спрашивает священник, скажи, пожалуйста, ты смог простить наших вертухаев, говоря по-русски, наших палачей? И священник отвечает, нет, я, видимо, никогда этого не прощу. И Франкл тогда пишет потрясающую фразу совершенно. Он пишет, ну, значит, ты еще в концлагере. Вот это имеется в виду. Ты осознаешь какие-то свои детские травмы и переживания, включая сюда и сексуальные. Для того, чтобы понять, что ты уже другой человек. И они не могут просто оттуда из детства тобой руководить. И это настолько очевидно для западных аналитиков. А у нас мучительно этого не понимают. И у меня такое впечатление, что да, ну, как бы иногда даже вот человека хотят подсадить на его детские травмы. Ну, чтобы он непрерывно продолжал это свое... Это я согласен. Но у меня два вопроса. Маленький вот какой. А почему обязательно детский? Я всегда чуть нервничаю, когда заходит о детях, потому что ведь в Освенце... Речь идет, речь идет, речь идет о вашем сюжете. да, вы... Вы... Если взять сюжет про Освенца, то да, люди попадали в довольно взрослом состоянии. Вы понимаете? Нет, опять, опять это ровно все то же самое. Для того, чтобы избавиться от какой-то травмы, ее надо пережить до конца, хотя на первый взгляд это кажется мучительным. Как бы... Проблема в следующем. Ну, хорошо, девушку в юном возрасте, уже во взрослом, скажем, лет 25, изнасиловала. Это страшно, несомненно. И вот она, там, 45-летняя, приходит ко мне и говорит, вот, вот, я такая, я так и не вышла замуж, я так и не родила детей, из-за этого изнасилования и в общем ужас в том, что я не могу отомстить, поскольку там, ну, неважно, этого насильника так и не нашли или этот насильник умер, между прочим, да, у меня была такая как-то однажды история. Ну, как бы, ведь, понимаете, какая история. Пусть прошло 20 лет, пусть ты был взрослый, ну, сколько раз за это время сменились все клетки твоего организма. Считается, что они полностью меняются раз в 4 года, стало быть, уже так вот приблизительно лет 20, как ты, у тебя, в тебе нет ни одной клетки того тела, которое подверглось изнасиловать. Ну, а душа? А? А душа? Душа-то при мне? Да, душа при мне, и поэтому, поэтому нужно, ну, если вас интересуют чисто вот такие мои профессиональные вопросы, туда нужно не, как, как со всяким страхом, например, нужно не бежать в сторону, а нужно, это понятно, нет, это я как раз понимаю. А нужно, а нужно, как-то научиться пережить это до конца. Да, это я понимаю. И дело, и дело, и дело, не только в этом. Я-то пытаюсь сказать одну простую вещь. Такая женщина, в общем, должна научиться понимать, что, несмотря на то, что она пережила это как крайнее унижение в действительности, это крайнее унижение для насильника, потому что, совершая такие действия, он как бы для себя самого признает, что он не может находиться в нормальных отношениях женщины, и что никакая женщина не будет не будет вступать с ней в интимные отношения. Она должна почувствовать или научиться чувствовать, простите, я тут разговоры всегда должны быть короткие, поэтому возможно, я слишком грубо ставлю точки на ды, потому что, конечно, в работе я как-то пытаюсь мягче это говорить. тем не менее, это низость для него. Да, и нет, например, хуже низости для родителя, чем инцестуозный эпизод собственной дочерью, то есть попытка изнасиловать собственную малолетнюю дочь. Однако, в общем, жизнь устроена так, что мы встречаемся с этим отнюдь нередко. И вот встает вопрос. Девочка, а теперь женщина, которая пережила все это, должно ли это переживание определять всю ее жизнь? Это же вопрос ровно тот же самый, на самом деле, вопрос о месте и вопрос из вашего фильма, который вы вспоминай. Я, в общем, принадлежу к числу людей, которые придерживаются глубоко убеждены в том, что нет, не должно. И это тоже, если хотите, психологический ответ на вопрос о месте. Потому что на самом деле она жертва, это не для нее была крайняя форма унижения. Тем более, что, будучи маленькой, она так это и не воспринимала. А вот для него это, несомненно, крайняя форма унижения. Он, на самом деле, нуждается в прощении, а не она. То есть, распявшие Христа распяли себя. Конечно. Убитые. Несомненно. 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 Я, мне неоднократно приходилось в этом жизни убеждаться. На самом деле, этот папа, который когда-то совершил подобные действия, он, конечно, конечно, в общем, невыносим сам себе. И он спивается, кончает жизнь самоубийством или в общем становится, опять же, чаще всего именно спиваюсь почти совсем слабоумным. Этот преступник, ну, я вообще не видел людей, я с такими не знаком. ой, хотя, что, я только не видел, понятное дело, вот, и я хочу сказать, что, ну, не бывает так, что жизнь убийцы текла дальше всю жизнь до конца легко и приятно. я знаю истории, в которых эта жизнь течет легко и приятно, но рождаются глубоко слабоумные дети со всякими генетическими симптомами. И поэтому для меня мне возмездие и азвоздам это закон в том числе и биологический. Вот, я и воспринимаю это так. Простите. Да. Вот нет, я понимаю, но не насаждается ли тем самым некоторое суеверие, что всякий грех обязательно наказует. И если есть наказание, значит, был грех. Это тема книги Иова, когда ему говорят, ну, если такое случилось, значит, ты чем-то виноват. Нет, говорит он, не виноват. И он прав. Да, и что? Это означает... Разве, ну, просто, просто, как сказать, да, конечно, известно, я не думаю, что не мне вам говорить, что логическое утверждение не всегда имеет обратный ход. Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? я считаю, что вера в любую высшую силу, я сейчас не про христианство, космический разум, судьбу, там, не знаю, существование чего-то сверху, никак не оформленное в концепцию. Оно подразумевает некоторую убежденность в этом. Есть какой-то предел греха, который все равно искажает жизнь и судьбу человека. вот как бы если подниматься опять, если мы говорим на уровне убийства. Согласна. Но, Александр Геннадьевич, если вселенский разум туда, а если распятый воскресший спаситель, то здесь начинается проблема, потому что он может простить и не отомстить. Во фразе «мне отомщение и азвоздам» мне навсегда кажется такой педагогической. Родитель ребенку говорит «подожди, я и забью твоего обидчика». Подожди лет десять. Проходит десять лет, и ребенок понимает, что обидчика нельзя обидеть. И когда мы говорим, не получаете ли вот в таком виде, что мы просто оттесняем свою злобу, свою ненависть и все, что вы описали, что мы просто оттесняем куда-то на небо. И в результате Бог предстает отвратительным чудовищем, Бог предстает сатаной, который будет терзать и мучить, вот как у Данте в аду. И Бог тогда отвечает за вечные муки. А когда читаешь Данте, Боже мой, ну за что там мучить-то, Господи, с ученицами? Я думаю, ну собственно и книга-то написана в смысле о том, что Данте писал о нашем мире, отнюдь, ад, это описание окружавшего его мира. Да, в этом я убежден. Ну, собственно говоря, поэтому там огромное количество всяких разных его знакомых, которым он таким образом воздает по заслугам. Мстительность. и, 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 да, и, 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 такая форма мстительности мне нравится. Она, да, практически не может нанести никакого физического вреда человеку. Так что, таким образом, за такую месть, я, за такое воздаяние, я всячески, я просто думаю, я просто думаю, понимаете, для меня это вопрос центральный. Если человек верит, он, опять, во что угодно, то я убежден, что он верит в то, что человек изначально добр. И в это верил Данте, конечно, и он был убежден, что, да, именно потому в аду икаются грешники и рассказывают о себе ровно потому, что в них первично все равно добро. Они пытаются освободиться от того, что автор считает злом. Пытаются. Другой вопрос, чем это все дело закончится. Хотя, хотя, видимо, между адом и чистилищем все-таки есть какая-то лазейка с Вергилией и с Данте умудряются там просочиться. Я хочу сказать, что, во-первых, для меня это вот это, вот это скорее, скорее закон существования. И для меня Христос отсылает к некому божественному, вечному, вселенскому закону. Есть какое-то искажение вот этой меры добра, которая все равно не может закончиться иначе, чем трагически. Я думаю, что этот закон существует, он существует как некий саморегулятор в истории. Да, что существует какой-то предел, когда Сталин как Гитлер начинает сомневаться в том, что евреи это полноценные люди и постепенно нарастают еврейские процессы в Советском Союзе, Сталин неминуемо умирает. как бы для меня несформулированный, но мы же просто фантазируем, я надеюсь, некий несформулированный закон накопления зла, которому все равно существует некоторый предел. вот и я скажу, если можно, меня не интересует закон накопления зла, мне кажется, я не уверен, есть, но я довольно четко уверен, что существует закон накопления добра и это накопление предела совершенно не имеет. Да, я согласен. Нижняя ступень-то намного более хрупкая, потому что дно бесконечно адское, но меня что больше заботит, чем ирландские проблемы. Там почему? Все конечно, там лед, озеро, коцит и все, собственно говоря. По хронологии это не ахти. Меня беспокоит, когда я смотрю иногда интернет, социальные сети, вот, и ну там проскакивает сообщение, что врачу заплатили за полмесяца в поликлинике 4 тысячи рублей в разгар эпидемии. Вот, сколько сыпется проклятий, сколько пожеланий увидеть, как там Путина варят в кипящем масле. И меня это всегда абсолютно ужасает, потому что я верю в то, что никто, во-первых, никого водить не будет у человека атомной бомбы в чемоданчике, вот, во-вторых, я уверен, что это было бы глубочайшей ошибкой так поступить, но главное, мне вспоминаются слова Евангелия, что человек, который такого хочет, он прежде всего губит себя, то есть жажда, месть, вот эти вот проклятия, я не очень мстительный человек, но я очень трусливый человек, и я часто желаю, ну, сейчас уже как-то яд высох, но в принципе, ну, когда в школе меня травили, причем я даже был не из первых, кого травили, вот, ну, конечно, я желал зла, и я думаю, что главная психотравма, говоря вашим языком, это вот это вот желание зла, потому что не так страшно, что тебя ударят, как страшно, что ты затем долго-долго изобретаешь, как бы плохо стало этому человеку. Ну, ладно вам, я тоже не ангел, и мне тоже доводилось в жизни страстно желать зла, сами понимаете, своим обидчикам, а на самом деле есть же тут два огромных вопроса, да, я всегда вспоминаю, вот, не в обиду будет ему сказано, что протоиерей Иоанн Кронштадтский, да, он писал в своих дневниках замечательные, замечательные слова, он писал, прям, прям так, он писал, господи, ну, убей Льва Толстого, ну, что тебе трудно, что ли, убей его, он уже перешел, грань, за которой, да, как хорошо, что я писал и вот я почему, я про что, ну, это вообще, это, это гениальное и, и, историческое, рубилово между Толстым и Иоанном Кронштадтским, это, конечно, вообще интереснейшая история, заслуживающая всякого изучения, вот, ну, да, он это писал, и, конечно, дневники эти не предназначались для публикации, ну, понятное дело, как всегда. Ну, я, и я тоже, я, конечно, не отвечаю за то, что, это дословно, но вот это «Господи, убей его», там было совершенно точно. — Толстой — это святой грешник, а Иван Кронштадтский — это грешный святой. — Да, да, да. И там секта Иоаннитов. Ну, в общем, это мы сейчас погрузимся в интереснейшую часть русской духовной истории. — Обалдеться. — Я хочу сказать, что дело же не в этом. — Вопрос весь в том и в истории, и в жизни отдельного человека. — Я хочу с этим бороться? Я воспринимаю это как постыдную мысль? Или я прав? — Потому что вот в чем проблема. Это проблема правоты вообще. И психологической, и, если хотите, религиозной. Поскольку, да, очень много всякого разного. И вопрос права вообще, ну, по сути, он же все равно держится на око за око, зуб за зуб. Я хочу сказать, что весь вопрос в том, хочет человек это преодолевать или нет. Почему? Потому что на самом деле вот все эти, вот эти, вся эта, как это называется, слово-зуб. В общем, вся эта хула в интернете, они, она... — Да, это обычно называют смердяковщина. Или, если по Максу Шилеру, рессентимент, озлобленность. — Ну, рессентимент, да. Я хочу сказать, что весь этот рессентимент, помню, как по Шилеру, ну, во всяком случае, он основан на одной очень простой... Он имеет очень простую цель. И для огромного количества людей это единственный способ показать собственную значимость, собственное превосходство над другими. Поскольку, кроме хамства, они других способов не знают. И сейчас я говорю с моей же точки зрения страшную вещь, потому что я предполагаю существование неких их, которые настолько хуже меня, что их... С ними нет другого способа обращения, кроме как поливать их нечистотами, там, не знаю, убивать, или, как у нас любили говорить еще лет 10 тому назад, на этих как-то... Старушек посидели на рот наладочке и рассуждали. Этих надо в лагерь, этих к стенке. Надо их всех взять и расстрелять, и тогда у всех будут деньги, и так далее, и так далее, и тому подобное. Как бы... Это все время предполагает неких их, которые настолько ниже меня, что, в общем, и людьми-то их толком назвать нельзя. Да, нелюди. Нелюди. Да, да. И это самое страшное, чего я тоже пытаюсь как-то в себе избегать. Ни по каким-то... Я не мотивирую это никак христианскими мотивами. Я просто считаю... В общем, все равно же подавляющее большинство со мной не согласны. Я считаю, что взгляд на человека может быть только одним. Я должен рассмотреть в нем замерзшее, остаточное, непроросшее добро. Действительно, наверное, самая главная беда христиан, что там православие, например, да и католицизм тоже становится неким поводом, чтобы смотреть на атеистов, например, сверху вниз. Ну, как бы это глупые, ничтоженные люди, которые не знают истины, которые... Ну, что там с ними особо разговорят? Больной человек, сказал Паниковский. Да. На самом деле, это способ достижения собственной значимости, поскольку она всегда заключается в некотором превосходстве. И, увы, эта позиция, это взгляд на человека, он всегда, он всегда ведет конфликту, в самом широком смысле, любой конфликт, это некоторая месть, поскольку, да, ну, как в супружеском конфликте, никогда не бывает правых и виноватых, но всегда виновата противоположная сторона. А это значит, что с ней с противоположной стороной надо что-то такое сделать, ну, сковородкой поговорить, например, что кончается очень плохо. За что это месть? Ну, за то, что ты думаешь не так, как я ожидал или ожидала. Ты думаешь не так, как я думаю. То есть это месть или непредсказуемость мира? Фактически, да. За свободу личности? Да, за несвободу личности. Почему это? За свободу, за свободу совершать грех, за свободу непослушания. Я предпочитаю, тут возможно можно говорить о свободе, но проблема вся заключается в том, что для меня чувство значимости, чувство собственного превосходства не совсем свобода. Но это результат свободы, это извращенная, но свобода. Без этого свобода немыслима. Если нет возможности быть сволочью, то чего стоит наша святость? Ну, если задуматься, то вы абсолютно правы. Да, согласен. Поскольку уже все-таки там, чтобы не исчерпать мой интеллектуальный ресурс. На это все хорошо, Яков. Он не исчерпаем. Все-все хорошо. Ну, ну, слушай. Можно тогда чуть-чуть мести прощения. Вот мы еще в пасхальном периоде простим всех через воскресенье. Это из пасхального гимна. Простим вся пауза воскресенья. Можно быть мстительным и одновременно иметь прощать? Или одно с другим решительно несоединимо? Это параллельные психические и какие-то человеческие процессы или несовместимые? Ну, продолжая, наверное, на вот этот вот разговор, я бы сказал, что у человека есть, конечно же, животная природа, а значит, у него есть древние животные архаические импульсы. Юнг называл эту область человеческой жизни тенью. Мерочка, так месть, она все-таки в биологию обезьян, она встречается? В общем, да. Насколько мне известно, да. Может, какой-то позитивный характер помогает выжить? Другой вопрос, что, как правило, высшие приматы, они не занимаются физической местью, они ограничиваются чем-то вроде ритуального танца. Швырянием корки от банана. Да. Мстящий, мстящий совершает какие-то угрожающие движения, а виноватый, как правило, покорно встает на четыре лапы и там делает, занимает подчиненную позицию или падает лапами вверх. Да. Это выходит на уровень игры. Таким образом расставляется иерархия в стае. Поэтому я свожу, да, ну, не свожу, поэтому я перешел, как бы, на термины значимости личной, превосходства. Так вот, я глубоко убежден, что такие импульсы, они могут быть у кого угодно и даже у святого Иоанна Кронштадтского. Вот. Весь вопрос заключается в том, он потом стыдится этого своего импульса. он как бы хочет его осознать. Так может, он для того и сделал, может, он для того и сделал запись в дневнике, чтобы сбросить этот импульс? Наверное, конечно, это же и было, я же по этому и рассказываю, это было, чтобы то, что психоаналитик назвал бы актом осознания, так? Ага. Ну, как? Я не знаю, грубо говоря. После 30 лет беспорочной службы меня там, значит, сократили. Да, Выгнали на улицу, что там, говорит. Да, и лет мне уже было все-таки 54, не так мало. Вот. Фиг с ними. Ну, конечно, у меня был агрессивный импульс. Конечно, я сидел и честно представлял себе, что вот, я врываюсь в кабинет к моему обидчику, втыкаю нож в его пузо и оттуда выпадают кишки. Но я, конечно, представлял и дальше, да, как, 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 ну, не знаю, врываются сотрудники, скручивают мне руки, как приезжает полиция, как, 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 собственно говоря, не просто отвратительно, а, в общем, как чувствую себя я. Я считаю, что, ну, что, ну, что, отец Яков, психиатр Данилин, они все равно же сохраняют свое самолюбие. Они хотят сохранить свою значимость. Мы, в общем, не без этого, не для того, чтобы сохранить свои значимости, и ведем эти разговоры. Вы здесь, я на Ютубе, да, там. Это тоже будет на Ютубе. Но, минуточку, 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 сохранить свою значимость. Вообще, мне не очень нравится слово значимость, оно сводит меня к знаку, к символу, а я живой. Ну, хорошо, чтобы вы отчасти правы, отчасти нет. Да. Поскольку, поскольку, сам по себе символ, слово символ, да, это символ, это две половинки монетки пароля, которые, помните, да. То есть, мы всегда состоим из двух половин, несомненно. И то, о чем мы говорим, это выглядит точно так же. Я хочу сказать, назовите это, как хотите. Я могу сказать, хочу ли я, чтобы меня любили. Ну, я имею, вы понимаете, что я имею человеческую. Хочу ли я, чтобы меня уважали. Да, и это нормальное, на мой взгляд, желание, которое входит в чувство значимости. Поэтому, я, даже будучи отцом Моианом, сохраняю в себе эти импульсы. Весь вопрос, мой человеческий разум, добро во мне. хочет их переработать или нет. Потому что, вот, в том числе, в плане поведения моего начальства, в общем, да, если я умный человек, я должен понимать, что, в силу разных обстоятельств, известных мне прекрасно, я ничего другого и ожидать не мог. Это философ. А я ожидал чего-то совершенно нового. Это моя проекция. А его действия, как бы неправильные они не были, они, в общем, понятны и обоснованы. И прощаю ли я? Да, прощаю. Я прощаю. И почему? Потому что я понял. Правда? И это не означает, что прощение это моя какая-то любовь или даже уважение к этому бывшему начальнику. Нет, дело не в этом. Дело в том, что у меня просто нет больше боли по этому поводу. И нет желания никакого, ни малейшего мстить. Вот, собственно, и все. Это биологический сброс. Это усталость. Да, да. Можно я скажу от себя, потому что конечно, мне хочется, чтобы меня любили. Но в принципе мне совершенно достаточно, что меня любит жена. Приходит восьмилетняя внучка, чмокает, и я вообще просто на самом небе. Но если вот говорить о смысле жизни, то мне кажется, у меня есть счастье. То есть, то есть, то есть, вам плевать на вашего зрителя, который будет смотреть, в частности, эту запись. Вам плевать на, не знаю, слушателей ваших программ на Радио Свобода. Они уже давно ходят. Вы не хотите, чтобы они, ну, моите еще раньше, вы не хотите, чтобы вас любили, уважали и относились к вашим словам с вниманием. Не совсем так, но я еще раз скажу, у меня есть некоторое внутреннее счастье. Я хочу объяснить людям, что такое же счастье рядом с ними существует, как мне в свое время это показал отец Александр, как мне это показывает Дух Божий, что месть это повязка на глазах. Ты превращаешься в тениду, которая рубит ничем туда, куда не надо. И она в конечном итоге лишает тебя той самой значимости и самоуважения, к которому ты так стремился. Абсолютно, да. Вот я собственно про что не договорил. Она не лишает, но это негативный какой-то аспект. А прощение это не просто победа над местью, это не просто старая белая кобра, которая уже яд высох, ей вот доползти и помереть. Такое прощение я знаю, грошу и цена. Прощение это какое-то очень активное состояние. Господь вот с креста прости, Господи, прости, мы бы не ведут, что творят. Это же прощение не от усталости, не в агонии, а от сгустка, последний вопыт жизни. Как сказать, это ведь некоторое всегда это то, что вот с другой стороны в психологии, ну я не знаю, в буддизме, наверное, поскольку нет ничего в современной психологии, что не описали буддисты. Вот. Это называется осознанностью или просто осознанием, как называет это психоанализ. Прощение это понимание, это ясное понимание разума, ошибки или неизысти того человека, которому ты собираешься мстить, еще больше унижая себя. Это и есть осознание. И тот процесс, который я рассказывал, про то, как я втыкаю ножик, да, и вот приезжает полиция, это собственно, да, это просто способ осознать. Дело в том, что ничего другого не дано. Именно потому, что человек свободен, именно потому, что у него есть разум. Поскольку проблема заключается в том, что мы не можем не думать. У нас не существует возможности забыть, не думать, вытеснить, выпихнуть свои воспоминания куда-то, куда-то бессознательно. Поскольку там начинает набухать фурункул. Чем сильнее выпихиваешь, тем сильнее набухает фурункул. Я так, конечно, фигурально выражаюсь. Единственный способ это осознать. А осознать значит понять. Правда? Понять разумом. Понять разумом в общем всегда означает простить. Не всегда для меня это означает полюбить. Сделать близким того человека, которого ты простил. Нет. Для меня это означает в первую очередь понять. Осознать. Если ты понимаешь и осознаешь, что человек как мы говорили жалок, то ты начинаешь его жалеть. В этом есть какой-то элемент любви. Хотя ты можешь сам никогда не назвать это любовью. И тогда ты простил и это переживание не забывается. Но становится неактуальным. Как сказали бы гештальтисты, оно из фигуры делается фоном. Обычным фоном жизни, обычным фоном воспоминаний, которые, слава Богу, у нас есть. Просто мне кажется, что это, наверное, очень научный подход. Нет такой науки психология. На самом деле подход христианина в строгом смысле гораздо более научен, чем научный подход. А то, что мы называем психологией, в действительности, конечно, является родом искусства. Чем как-то лучше это осознает человек, психолог, тем ему легче жить. Чем меньше он пытается превратить человека в объект, оставить его человеком. А межсубъектные отношения это всегда искусство, а не наука. Именно из-за той самой свободы. То ли вожделенной, то ли проклятой. Данность она есть, данность не вожделенной, не проклятой, а без нее никуда. Просто у меня ощущение, что большая часть прощений, которые со мной случались в жизни, они были биологическими такими затуханиями. То есть это склероз, скажем прямо, святой Эльцгеймер. Но то, что по-настоящему у меня случалось в прощействе, все-таки всегда был процесс любовный и не моей любви, а божьей любви, когда я словно оказывался под одним водопадом вот с этим человеком. И я не понимал причин его зла, я не понимал причин прощения, но просто как некоторый факт, что прощение больше, чем преступление. Это несимметричное явление. Месть симметрична, месть пропорциональна, месть рациональна, а прощение, оно может быть без понимания, и оно может не вести к пониманию, но зато оно на счастье для меня во всяком случае. Ну, честно говоря, Яков, мне недостаточно материала для того, чтобы как-то понять, о чем вы говорите, потому что нужна конкретная история. Ну, конкретная история, когда был и есть Бог, создавший человек. Бог понимает грех? Я не уверен. Как он может понять грех? Он абсолютный разум. Чтобы понять грех, надо быть поврежденным умом. Вот, тем не менее, Бог любит так, что идет и прощает и не отпускает. Вот конкретная история. Хорошо. Пусть это конкретная и самая общая из всех историй и послужит концом нашего разговора. Я так думаю. спасибо огромное. Так что я надеюсь не в последний раз. Я думаю тут очень важен как раз вопрос свободы и я бы с радостью продолжил. марси про свободу это вот завсегда. Хорошо. Канал на ютубе как называется? Так и называется? Мой канал? Нет, 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 нет. Он называется Серебряные нити. Точно так же, как называлась передача. Серебряные нити. Огромное спасибо. У нас был Александр Данилин, психиатр, автор множества книг, включая комментарий к Данте и автор ютуб-канала Серебряные нити Александр Геннадьевич огромное спасибо. Здоровья и скорейшего окончания всех наших карантинов. Спасибо, отец Яков. Я вас люблю независимо ни от каких карантинов, поэтому главное пожелание не пропадайте надолго. Я всегда испытываю счастье, то самое счастье общаясь с вами. Ну вот, так что любовь карантинов не знает, с Богом счастливо. Всего доброго, Ага. субтитры.